Офисной бумаги в Беларуси не хватает, цены выросли многократно, и компании размещают низкие заказы в условиях строгой экономии. Сотрудник одного крупного риэлтора в Минске описывает. Теперь мы печатаем все документы на БУ бумаге, на чистой стороне. Директор строго предостерегает, сам проверяет. А еще мы печатаем серьезные офисные документы на черновиках. Мы ждем еще одну идею для спасения, потому что бумага скоро закончится. Призывы к экономии бумаги звучат и в государственных учебных заведениях. Рекомендовали вычетку документов предоставлять в электронном виде в целях экономии бумаги, говорят в одном из учреждений. В конце марта пятый элемент отправил письмо следующего содержания. В связи с экономической ситуацией в стране вообще была введена строгая экономия бумаги формата А4, а сегодня белая бумага еще строже. Цены на офисную бумагу в Беларуси выросли втрое с начала марта. Так, 3 марта цена была 11 рублей за пачку. 23 марта она значительно выросла, до 50 рублей. Сейчас белая бумага стоит 33 рубля. Кроме того, западные санкции и война в Украине полностью разрушили привычную логистику экспортных поставок белорусского калия. Это основной приток иностранной валюты в Беларусь. Ежегодно страна продавала 10-12 миллионов тонн калия, зарабатывая около 2,5 миллиардов долларов. Но сейчас, несмотря на наличие желающих купить этот товар, доставить его потребителям просто невозможно. Поскольку Беларусь была признана Западом соагрессором в войне между Россией и Украиной, Евросоюз и США ввели в отношении Минска новые санкции беспрецедентного масштаба. ЕС полностью запретил транзит калия из Беларуси, что также делает недоступными другие строящиеся маршруты, например, через румынские порты. Сейчас Беларусь заговорила о работе через астраханские порты по доставке калия в Индию. Но сначала калий нужно как-то перевезти в Астрахань, скорее всего поездом. Каспийское море представляет собой небольшой отрезок пути, а далее необходимо пройти страны с нестабильной ситуацией – Иран, Афганистан, Пакистан. Это непростая логистика. Проблема с товаром еще и в том, что он занимает много места и объем большой. Для того, чтобы такой длинный путь доставки был рентабельным, вагоны приходится загружать на обратном пути, но таких объемов пока не найдено. Логистика очень дорогая, и несмотря на суперпремиальные цены на калий, добиться рентабельности будет сложно. Также неизвестно, а сможет ли этот маршрут передать необходимый объем товара, а это более 10 миллионов тонн.